you need apple vision pro it feels like magic 3d 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 should have always have been spending four thousand dollars if you think about it in certain ways it's not that crazy владельцы устройств apple как обычно драматизируют и считают что все что добавила apple свою экосистему это эволюция но к еде это не что-то новое а даже наоборот технология появилась еще в 1920-х годах и более ста лет назад когда был снят первый 3d фильм обо всем по порядку а и для удобства разделил видео на главы и добавил субтитры что такое 3d это специальным образом снято и эпидемное двухмерное изображение при просмотре которого у человека формируется иллюзия его объемности в этом смысле правильно было бы говорить не о 3d видео то есть тут в мерном видео а вот тех его видео или использующим стихию эффект но поскольку хиклама сделала свое дело термин хиде относительно видео и кино стал обозначать то что он обозначает хиде видео снимается с двух точек расположенных на расстоянии 70 60 миллиметров что соответствует расстояние между зрачками человека затем изображение кодируется и передается на экран и показе фильма два видео потока демонстрируются так чтобы каждый попал свой глаз мозг же человека создает из двух изображений видео формируя иллюзию объема когда-то многообещающая технология была практически забыта 2009 году прокимел фильм джимса киммерона аватар снятый в 3d и производители начали активно внедрять эту технологию своей модели первый массовый телевизор появился уже через год стоило это дорого а контента почти не было но хиклама говорила что это будет будущее поэтому люди покупали были версии с пассивными очками и более дорогие с активными стимминга по факту не было поэтому у вас должен был быть blu-ray player и лицензионный диск а эффект от хиде был слабым не говоря уже о том что производство фильма в таком формате было дорогим а у пользователей болела голова из-за мерцания изображения очки были неудобными а активные требовали зарядки или смену батареек также можно было смотреть фильмы в формате анаглифа с помощью красно-синих очков но у качественная цветопередачи можно было забыть большинство пользователей купивших хиде телевизор смотрели пару фильмов и больше не пользовались этой функцией маркетологи обещавшие большое будущее хиде смотрели на цифры продаж и понимали что дело так не пойдет всего через пять лет хиде телевидения быстро начало угасать в 2017 году уже не было представлено ни одного телевизора с этой технологией кстати рынок телевизоров в целом это единственная ниша в электронике которая не поддается инфляции и цены продолжают падать несмотря ни на что маржа или минимальная или на уровне одного-двух процентов или вообще отхицательная выручка идет сервисов встроенных в повод телевизора а люди покупают телевизоры не как электронику а как бытовую технику не обновляя ее так часто как хотелось бы производителям учитывая что у них нет движущихся частей они почти не изнашиваются и можно спокойно смотреть телевизор купленный 10 лет назад у которого достаточное разрешение 1080p маркетологи не знают как там это продавать забавно что такие компании как samsung производят телевизоры только для того чтобы узнаваемость бренда оставалась на высоком уровне ведь деньги на них они в основном тихают вярочки полностью меняют картину больше не нужно использовать искажение цвета изображения и чистоты кадров чтобы получить хиде эффект такой эксприкенс куда лучше чем просмотр хиде без шлема такие фильмы в хорошем качестве можно смотреть даже на google картборд картонном шлеме или на телефоне с gear vr подробнее про gear vr и как я запустил minecraft vr на смартфоне вы можете увидеть в первой части по ссылке в описании ну а мы продолжаем в apple vision pro также есть и другая фишка панорамные фото опять же казалось бы ничего сверхъестественного возможно сделать панорамные снимки появилась еще в начале 2010-х годов но по-настоящему их посмотреть стала возможность появлением шлемов виртуальной реальности еще 10 лет назад на apple не было бы apple не доделал просмотр панорамы обкизая фото по краям и добавляя панорамный эффект чтобы создавалось ощущение что вы смотрите внутрь фотографии с помощью отслеживания головы и трекинга окон в пространстве был достигнут эффект погружения можете достать с пыльных полок свои старые панорамы увеличить их разрешение с помощью нейросетей на пока и пехоместиться во времени еще одна революционная фишка apple это пространство или environment это фотохеалистичные иммерсивные фаны для дома да у apple они сделаны на высоком уровне спору нет пространственный звук детализированное объемное окружение можно сказать что фотохеалистичный уровень видео игре но опять же эффективно это те же 360 видео которые появились еще в 2012 году 460 градусные видеоролики также известные как физические это видеозаписи в которых одновременно фиксируется вид во всех направлениях снятые с помощью набора камер или всенаправленной камеры то есть 360 камеры а изображение с нескольких линз сшивается в одно общее видео с помощью программного обеспечения 2015 году youtube добавляет загрузку и просмотр видео в 360 а уже в 2016 году большие бренды показывают свои камеры например samsung представляет gear 360 а вот за что apple можно сказать спасибо так это за их новую функцию в айфоне 15 это спешил видео по сути этот еды видео отформатированное в специальном формате с поддержкой пространственного звука достигается это за счет двух камер позволяющих записывать пространственное видео по горизонтальной агентации скорее всего другие производители скопируют эту фишку и добавят свои смартфоны как это было со всеми остальными нововведениями apple как отсутствие разъема джек тхи с половиной миллиметров отсутствие заглядного устройства в комплекте выхизы под камеры и челки двойные потом и тройные камеры сначала закругленные а теперь плоские грани устройства и так далее вы скажете что я хищу apple но на самом деле у них правда получилось крутое устройство apple vision pro это революция но не в том что это само по себе крутое устройство хотя и это тоже хоть и не без минусов например огромный вес пластиковый царапающийся пехет и маленькое время работы а в том что это дает другим производителям знак что нужно выпустить подобное устройство надеюсь дешевле чем за 3500 долларов а чем больше конкуренция тем лучше нам подхибителям хотя до закрытость операционки apple я хейчу